Празднование Дня Кубанского казачества проходило на центральной площади города Курганинска. Торжественное мероприятие началось с построения парадных казачьих расчетов. Лобинскую делегацию казаков возглавили глава района, почетный член Совета Стариков Лобинского районного казачьего общества, войсковой старшина Александр Сачиков и атаман Игорь Юренко. В делегацию вошли депутат ЗСК Владимир Михайлов, благочины церквей Лобинского церковного округа Протеерея Александр Мудрик, атаманы казачьих обществ и казаки Лобинского общества, преподаватели, наставники и казачата учебных учреждений. Всего более 200 человек. Впервые казаки Лобинского районного общества День Кубанского казачества отмечают под новым, собственным знаменем. В этот день казаки хотят сказать, что они есть, и что Кубань – это истинно казачий край. Вы знаете, вот эти праздники уже проводятся не первый год, и я просто смотрю по подготовке, с каждым годом это все мощнее и мощнее, и больше людей, и коллективов больше, и сам дух проведения вот этого праздника – это как бы встреча, подведение итогов, как в конце года, когда уже собрали урожай, когда уже можно и тоже все, что за этот год сделано, планировать на следующий год. Погода нас немножко подкачала, но радость в том, что это праздник казачий. Казачья душа, она у всех поет, радуется, даже маленькие казачата не обращают, что идет мелкий дождь. Мы ждем атамана и очень-очень довольны этим праздником. Мы его ждали и ждем его каждый год. Перед началом парада атаман Лобинского районного казачьего общества поздравил всех с праздником. В мероприятии приняли участие атаманы городского и хуторских обществ, казаки, представители казачьих классов. День Кубанского казачества установлен законом Краснодарского края о памятных датах и отличается уже несколько лет подряд в третью субботу октября. Сегодня мы таким коллективом большим, со своим куринем, с артистами, с детками, приехали в город Курданинск на площадь имени Клана Лучко, где собрались все делегации всех наших шести районов, входящих в Лобинский казачий отдел. Я от себя лично хотел поздравить всех с дел Кубанского казачества, пожелать вам крепкого здоровья, пожелать удачи и благополучия вашим семьям. Пускай всегда над нашей головой будет мирное небо. За безупречную службу Кубанскому казачеству многим лобинским казакам атаман Игорь Юренко вручил нагрудные знаки «Отличия в честь праздника». По традиции перед большим мероприятием был отслужен молебен в честь празднования Дня образования казачьего войска и Дня Кубанского казачества. Его провел протеерей Валерий Коваленко. Собравшихся казаков на площади поприветствовал атаман Лобинского казачьего отдела Виктор Верзунов. Сегодня мы отмечаем День Кубанского казачьего войска. Важную дату, отражающую в себе более чем 300-летнюю историю служения кубанских казаков Отечеству России. Именно более чем 300-летнюю. Да, наше войско стало именоваться Кубанским в 1860 году. После того, как сначала указом императора Александра II была образована Кубанская область. Затем Черноморскому войску было приказано именоваться Кубанским казачьим войском. 2014 год для казаков Лобинского отдела не прошел бесследно, подчеркнул в своем выступлении Виктор Верзунов. Ряды общества пополнило много новых казаков, увеличилось число казачьих классов. Лучшими стали представители от отделов соревнований по рукопашному бою. Казаки занимаются охраной общественного порядка, помогают при любых чрезвычайных ситуациях, причем по всему краю. Специально на мероприятие приехал атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда. К собравшимся он обратился со словами поздравления. Для нас важно, чтобы жители нашего края знали о казачестве, слышали о том, чем казачество занимается в современной истории. И прежде всего я хотел бы от имени всех стариков Кубанского казачьего войска, от имени всех казаков нашего войска поздравить всех присутствующих с праздником, нашим профессиональным праздником, днем Кубанского казачества и 318 годовщиной со дня образования Кубанского казачьего войска. Здоровья вам, счастья вам, удачи, благополучия, мирного неба над головой. Атаман Кубанского войска рассказал о достижениях казаков, которые своими делами пишут героическую историю казачества в наши дни и пожелал, чтобы Кубанское казачье войско продолжало развиваться, наращивая силу и мощь на благо родной Кубани. «Казачество – это мощная уважаемая сила на Кубани. Сегодня казаки успешно защищают границу, охраняют правопорядок, занимаются ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, борются с незаконной миграцией. Казачество все больше и больше влияет на нашу повседневную жизнь, занимая в нем свое достойное место», – подчеркнул в своем выступлении Николай Далуда. Войсковой атаман вручил краевые и войсковые награды наиболее отличившимся казакам. Нагрудным крестом за заслуги перед Кубанским казачеством награжден председатель Совета стариков Чамлыкского хуторского общества Виктор Знатаков. Почетной грамотой атамана Кубанского казачьего войска награжден председатель Совета стариков Лобинского районного казачьего общества Казимир Марцинишин. Ряд казаков Лобинского районного казачьего общества награждены за выслугу лет знаками различной степени. Чем больше наших награждают, тем больше мы славим наш район. А я всегда за то, чтобы наш район был самым первым, самым лучшим и процветающим. А если награждают, значит у нас достойные люди. Слава Лобинскому району. Ценными подарками за добросовестную службу казаков Лобинского районного казачьего общества наградил глава Лобинского района Александр Садчиков. Начальник отдела МВД России по Лобинскому району Юрий Галута вручил атаману Лобинского районного общества Игорю Юренко свидетельство о внесении казачьей дружины в региональный реестр народных дружин правоохранительной направленности. После церемонии награждения казаки Чеканьяшак прошли парадом перед праздничной трибуной. Торжественным маршем идут казаки Лобинского районного казачьего общества. Сегодня в его состав входит 11 первичных казачьих обществ и 935 казаков. Казачье общество возглавляет атаман войсковой старшина Игорь Николаевич Юренко. После парада праздник на площади продолжился. Гостей радовали хлебосольные казачьи курини муниципальных образований, выставка декоративно-прикладного творчества, выступления творческих коллективов. Кстати, участниками мероприятия стали сразу два лобинских коллектива – артисты ансамбля казачьей песни «Забава» и «Чубарики». Их выступления по достоинству оценили гости праздника. Мы прибыли на такой праздник богатый. Сегодня праздник казачества. Мы настолько довольны, настолько наш лобинский район вообще везде славится. И мы, ну вы знаете, вот просто не могу я передать свои эмоции, насколько здесь празднично все выглядит. Настолько вот детки поют, везде праздник, в каждом курине. Большое спасибо, что у нас есть такой атаман Юренко Игорь Николаевич. Большое спасибо. Поддержка Садчикова, конечно, это с подачи, как говорится. Но мы очень довольны. А люди какие довольны, а люди какие веселые. Вы посмотрите, какие люди веселые у нас. На Кубани есть такое обычное. Нам не к лету нам прибыть. Хлебом с солью гостей угощать. Низко в поиск поклониться, чем богатый, поделиться. Ушка-атаман, встречай! Наш лобинский каравай! Уба-атаман! Уба! Перед лобинским подворьем почетных гостей задорной песни встретили артисты ансамбля «Забава и Чубарики». Николай Александрович Далуда отведал лобинский каравай. Пообщался с юными казачатами казачьей школы номер 28 имени героя России Сергея Богданченко Станицы-Вознесенской и высоко оценил экспозицию реконструкции доспехов русских воинов, воссозданных казаком Лобинского городского казачьего общества Петром Солановым.